Здравствуйте! Как только Дуну Альфа 3 появились в продаже, их стоимость составляла, по-моему, 330 долларов, и уже были мысли, ну, наверное, Дуну решили сделать прям сверх флагмана, и это станут те самые вкладыши, которые смогут покрыть все аудиофизские потребности. Но потом как-то цена опустилась до 100 долларов и стала падать еще дальше. Конечно, уже не ожидаешь таких прям сверх открытий от них, но все равно интересно, потому что уже не 300 долларов, уже там плюс-минус 100, будем так говорить, и это намного доступней, намного интересней для широкого круга аудиофилов вкладыша любителей. Короче, не буду затягиваясь дальше по вступлению, что сразу же не понравилось, это несъемный кабель, все-таки ненормально, неправильно, и если бы еще кабель был какой-нибудь прям жирный, такой топовый, там на 4, на 8 жил, ну да, естественно, все. Здесь что-то относительно простенькое, со сменными коннекторами, что тоже не совсем мне все-таки нравится. Это, с одной стороны, практично, с другой стороны, по звуку далеко не самое лучшее решение, не всегда хорошо работающее. Если дорогой кабель, где все сделано классно, вопросов ноль, но в таких бюджетных решениях не очень хорошо. Но, по крайней мере, дизайн великолепный, это, пожалуй, самые красивые вкладыши из тех, что я видел. Это металл, очень круто, сильно напоминает на Astell Kern в хорошем смысле этого слова, потому что они любят так играть с линиями, с гранями, делать что-то такое необычное. И по посадке это вполне обычные, типичные вкладыши, ничем не отличающиеся от своих конкурентов. Единственное, что по насадкам, этим поролоновым, я выбрал бублики от кошачьих лапок. Мне безумно нравится такой тип насадок, так как и сохраняется бас, но при этом не гасятся высокие частоты. То, как они сидят в ушах, вы видите сами, думаю, все вполне классически. Мне, по крайней мере, вкладыши подходят, поэтому посадка хорошая, мне понравилось. И звучание, ну, конечно, для 300 долларов это явно перебор, но за свои деньги звучит хорошо. Все, сделали максимально сбалансировано, нет проблем с какими-то определенными частотами, и плюс можно все-таки это еще регулировать в определенной степени теми же насадками. Есть плотнее, есть тоньше, есть просто бублики, есть силиконовые. Все это также влияет не только на удобство, но и на звучание. Иногда можно напялить просто несколько этих поролоновых насадок, тогда баса станет еще больше, высоких частот меньше. Поэтому можете регулировать под себя. Мне понравился такой вариант именно тем, что он сбалансирован. Бас есть, хороший. С учетом того, что это вкладыши, это объемный бас, при этом у него есть масса, какая-никакая, для вкладышей очень даже хорошая. И вполне хорошее также разрешение. В тех же FIO FF5 разрешение лучше, но там и количественно их меньше, и это совсем другая подача. И на сегодняшний день FF5 стоит дороже, чем Дуну. Середина великолепная, так как все натурально, она находится ровненько на своем месте. И для вкладышей это большая проблема, потому что то середину просто выдвинут на передний план, у нее уже есть какое-то дело. Тело есть, энергия есть, масса, но теряется очень сильно в сцене. Либо же наоборот. Сцена огромнейшая, но при этом вокал уходит куда-то на третий план, и его может не хватать. И с учетом того, что он находится далеко, еще и закрытым каким-то, кажется, никаких проблем здесь нет. Вокал на своем месте звучит хорошо. И высокие частоты мне тоже понравились. Это хорошая детальность, хорошее разрешение, хороший контроль. Есть, конечно, некоторые упрощения, но они сильно не ощущаются. То есть, если к ним не подходить к какому-то аудиофильскому устройству, а вот с точки зрения такой музыкальности просто, то это великолепно. Все, да, звучит классно. Как только начинаешь вслушиваться, уже искать какие-то нюансы, изъяны, сравнивая с конкурентами, с теми же лапками R2-D2, с теми же Fio FF5, понимаешь, что где-то вот здесь чуть-чуть упростили. Здесь сделали проще. Но не вижу в этом никакой проблемы, потому что слушать наушники приятно. У них есть слитная в хорошем смысле подача. Музыка воспринимается естественно. Не нужно адаптироваться к ним, привыкать к их каким-то особенностям. Все, с первого раза их надел, и уже получаешь удовольствие от прослушивания музыки. Ну, круто. Тем более, что сейчас вкладышей не так уже и много, и любая модель, которая более-менее вменяемая и интересная, уже хочется хвалить, хочется говорить что-то хорошее. Здесь же каких-то жестких, серьезных недостатков нет. Недостатки появляются, когда сравниваешь с какими-то определенными моделями. Я все же думаю, что запишу это видео в сравнении с Fio FF5 и кошачьими лапками R2-D2. Таких два хороших флагмана из незапредельного сегмента. Там не 200 плюс долларов. То есть то, что, как правило, и рассматриваю для покупки. Но пока что у меня великолепные впечатления. Еще раз повторю, что жестких каких-то недостатков нет. И когда уже сравниваешь со другими моделями, то понимаешь, что вот у другой модели тут чуть-чуть поинтереснее, чуть получше, поглубже проработано. У другой модели что-то также интереснее. Но подача сделана классно. Их приятно слушать. И тоже словил такой эффект, когда все, ну в принципе, я уже понял их звучание, уже наэкспериментировался. Можно завершать с ними, но все равно слушаешь музыку дальше, потому что хочется. Потому что музыку они передают приятно. Это очень важно. И это тот плюс, который нужно прям жирным таким, как-то жирно сказать можно, на который стоит соакцентировать внимание. Поэтому к прослушиванию однозначно их советую. За те деньги, которые они стоят сейчас, это очень и очень хорошее качество звучания. Если вас они заинтересовали, то по ссылке в описании вы их сможете найти. И у меня на этом пока что все. Спасибо вам за просмотр. До скорых встреч.